Русская Православная Церковь Московского Патриархата ограничивает свое общение с Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом сообщил после внеочередного Синода РПЦ председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Илларион. Священники РПЦ не будут служить вместе с представителями Константинопольской Церкви. РПЦ не будет участвовать в структурах, которые возглавляет Константинопольская Церковь. Кроме того, Синод решил созвать Всеправославный Собор, чтобы обсудить возможное предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви. Из-за этого конфликт Москвы и Константинополя и произошел. Так же, как сказал митрополит Иларион, если Константинополь продолжит антиканоническую деятельность, это цитата, на территории Украинской Православной Церкви, РПЦ будет вынуждена, еще одна цитата, полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. Сейчас мы связываемся по скайпу с протерием РПЦ. Отец Андрей Новиков на прямой связи с нашей студией. Добрый день, слышите ли вы студию РТВАЙ? Слышит ли нас наш гость, поскольку мы его видим, но кажется... Да, спасибо, сейчас слышу. Да, и мы вас слышим и видим. Спасибо, что согласились выйти к нам в эфир. У меня к вам в первую очередь просьба. Не могли бы вы, что ли, более простым светским языком рассказать, в чем заключаются, собственно, те решения этого внеочередного синода, который сегодня проходил? Что они означают в части отношений Московского Патриархата и Константинопольского? Эти решения говорят о, фактически, первом этапе разрыва отношений между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом. В всем православном мире принято, что предстоятель каждой церкви поминает остальных предстоятелей во время богослужения, совершения. Наша церковь прекращает поминовения в любой форме Константинопольского Патриарха, прекращается сослужение епископов, прекращается участие, особенно это важно для диаспоры, где есть договоренность о том, что существует что-то типа епископских конференций. Прервалась у нас связь. Давайте попробуем еще раз связаться с протеереем Андреем Новиковым и услышать все-таки, что означают эти сегодняшние решения Синода Русской Православной Церкви. Давайте я пока напомню предысторию. Как мы рассказывали неоднократно в нашем эфире, в эти дни, собственно, решается вопрос о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, по сути, независимости. И, соответственно, появится в мире еще одна, 15-я Поместная Православная Церковь. Москва выступает. Да, вновь на связи с нами, мне кажется, протеерея Андрея Новиков. Я надеюсь, связь теперь будет более прочной. Пожалуйста, продолжайте. Значит, прекратилась форма общения, как сослужение епископов, и прекращено участие в епископских конференциях, которые существуют в диаспоре, как форма сосуществования разных православных церквей, которые представляют свои поместные церкви в тех странах, где православие не является господствующей религией. Традиционно эти конференции по договоренности между церквями возглавлял первый по рангу иерарх, той церкви, которая является первой по диптиху. Во многих регионах это представитель Константинопольского Патриархата. Вот теперь в таких конференциях мы не принимаем участие и действуем самостоятельно. Также заявлено о том, что наша церковь инициирует всеправославный процесс, всеправославное совещание, консультирование с представителями поместных православных церквей, с их предстоятелями, о дальнейших шагах и об оценке действий Константинопольского Патриархата. Также бы заявлено, что любые дальнейшие действия в направлении Украинской Православной Церкви, не только автокефалии, как заявил Сенат, а вообще любые антиканонические действия, то есть любое вмешательство на территорию Украины, повлечет за собой полный разрыв евхаристического общения. То есть фактически мы будем считать Константинопольскую церковь, находящуюся в расколе от нашей церкви. Уже нельзя будет там молиться, нам нельзя будет молиться вместе с Константинопольской церковью, нельзя участвовать в богослужениях любых. Сейчас вот тот разрыв между епископами не означает, что нельзя, например, мирянам или священникам совместно молиться в двух церквях. Скажите, объясните, а в чем необходимость столь жесткой, скажем так, реакции? Тем более, что, насколько мы можем судить, прочие по местной церкви русскую православную церковь в этом, скажем так, противостоянии с Константинопольским Патриархатом вовсе не поддержали? Я не могу сказать, что поддержал, не поддержал, и для этого должно быть рассмотрено другими поместными церквями этот момент. Что касается жесткости, я считаю, что это недостаточно жесткий, могло быть более жесткая реакция. Но наш священный сенат проявляет снисхождение для того, чтобы показать такую надежду и дать возможность все-таки Константинопольскому Патриархату одуматься. Константинопольский Патриархат нарушил, во-первых, каноны православной церкви, вмешавшись в каноническую территорию другой поместной церкви. Это множество канонов, категорически это запрещает. Он призвал фактически епископов нашей церкви нарушить свою присягу и переходить в состав Константинопольского Патриархата. И догматическая ересь также здесь присутствует, поскольку Константинопольский Патриарх провозгласил ту концепцию, что он фактически является главой и князем православной церкви, или президентом православной церкви. Но согласитесь, это подобный порядок вещей в долгие годы десятилетия и столетия. Вполне принимался как должный, что все поместные церкви равны, но Константинопольский Патриархат первый среди равных, грубо говоря. Нет, он претендует на то, что он первый среди равных, а что его роль в православной церкви аналогично роли Папы Римского в католической церкви. И русская православная церковь с этим мириться не намерена? Конечно, нет, это отпадение от православия. Он может создавать какую-то другую церковь, пусть ее назовет какая-то Константинопольская католическая церковь. И там вводят свои новые догматы. А мы хотим быть в той церкви, в которой мы родились, живем и даст Бог умрем в этой церкви. Скажите, почему для русской православной церкви, как бы вы могли для наших зрителей сформулировать, почему столь болезненным и принципиальным является вопрос о неполучении украинской православной церкви Киевского Патриархата автокефали? Ведь, по сути, есть 14 поместных церквей, но будет 15. Да, но есть 15, потому что мы признаем американцев православным. Да, 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 совершенно верно, прошу прощения. Представление русской православной церкви 15, представление Константинополя 14, но появится еще одно. Для нас вопрос принципиальный. Это колыбель нашего крещения, это одна из духовных основ русского православия. Все святые отцы, которые высказывались когда-либо по этому вопросу, а их было несколько, в православии существует такое понятие, как согласие отцов, всегда крайне жестко выступали против и говорили, что это отделение украинской церкви от русской против воли Божьей. И то, что происходит сейчас, это просто наступление на ту православную церковь единственную, которая имеет влияние во всем мире, которая может ли там происходящее в мире процессы, которая может встать на защиту традиционных православных ценностей и которая не представляет собой какую-то небольшую маргинальную единицу, находящуюся в зоне влияния иных конфессий, либо секулярного мира. Так а что, ведь ничего с приходами Украинской православной церкви Московского патриархата, насколько я понимаю, не произойдет. Их там 10 тысяч, если мне не изменяет память, да? Что, разве что-то угрожает после того, как... Их 12 тысяч. 12 тысяч, спасибо. После того, как УПЦКП, Украинская православная церковь Киевского патриархата, получает автокефалию, предположим, что угрожает приходам, которые относятся к московской... Во-первых, это угрожает расколам всего православия, потому что никто не может прийти на каноническую территорию Русской православной церкви и объявлять здесь какие-либо действия. Это означает, что это раскол. И иной квалификации этих действий быть не может. Есть каноническое право, которое установили не мы, а святые отцы, а еще от времен святых апостолов. Эти каноны даны нам Богом, мы веруем их богодухновенность и иначе быть не может. Поэтому все, что там может быть создано, это будет раскол, такой же, как был до сих пор, безблагодатный. И канонические все действия раскольников будут ничтожными. Скажите, не кажется ли вам, что в ситуации, когда уже на протяжении почти 30 лет большое количество сил в Украине выступают за дарование автокефалии украинской церкви, не кажется ли вам, что было бы, может быть, политически, что ли, разумнее со стороны Москвы, я пытаюсь найти правильные слова, способствовать дарованию автокефалии Украинской православной церкви московского патриархата, тем самым, с одной стороны, закрыв вопрос об автокефалии, с другой стороны, даровав автокефалию той церкви, которая, понятно, к Москве ближе. Ну, это логика такая, что, чтобы Константинополь не разрушил нашу церковь, давайте разрушим ее сами. Нет, это, конечно, полный абсурд, и единство русской православной церкви является аксиомой, а не предметом для дисков. Киев – это мать городов русских, это то же самое, если не больше, чем Косово для Сербии, и это одна из духовных основ Святой Руси. Из Киева пошло монашество, из Киева пошел свет крещения по русской земле, и любовь к своему родному краю не должна затмевать любви ко всей русской православной церкви. Киев – это основа, это основа путия нашей церкви, и наша церковь от него никогда не откажется. И вопрос автокефалии для нашей церкви никогда не стоял, особенно учитывая то, что подавляющее большинство верующих и духовенство нашей церкви на Украине категорически против подобной автокефалии. И что касается, что там какие-то силы стоят за течение 30 лет, знаете, православная церковь имеет дело с процессами, которые проходят тысячелетиями. Это ничтожный исторический отрезок. И те силы, которые стоят за этими проектами, это ангажированные политические силы, за которыми стоят вообще не православные и вообще не христианские проекты, агрессивный светский секулярный проект. И с одной стороны, и с другой стороны, это тоже не скрывается в самой Украине, что следующим шагом после автокефалия будет уния, то есть присоединение к греко-католической украинской церкви, то есть уже измена самой православной вере. И наша церковь несет ответственность за своих чад на территории Украины никогда их не предаст и никогда не сделает ничего противоречившего догматам или канонам православной церкви. Я понял вашу позицию. Спасибо. Благодарю вас. На прямой связи с московской студией РТВА была протеерей РПЦ Андрей Новиков. Мы говорили о сегодняшнем решении вне очередного синода Русской Православной Церкви, который принял решение приостановить, ограничить отношения с константинопольским патриархатом в связи с решением Константинополя даровать автокефалию Украинской Православной Церкви. Редактор субтитров А.Семкин